Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Влюбился в лучшего друга, не взаимно. В какой-то момент обсудили этот вопрос, он сказал, что думал об отношениях со мной, но моё поведение в некоторые моменты его отвадило от этой идеи. Я понимал, что действительно ужасно себя вела с ним. Долгое время сама себя грызла, что всё испортило, доходило до физических проблем, потом успокоилась, мы продолжали общаться как друзья, но я всё равно не могу выкинуть из головы свои чувства с нему. У меня всегда есть ревность, когда он общается с другими девушками или женщинами. Даже если это общение сугубо деловое, мне плохо. Я понимаю, что это разрушает меня, ничего с собой поделать не могу. Что сделать, чтобы стало легче? Сократить общение не могу. Мы учимся в одной группе, у нас общие друзья, не хочу привлекать к себе внимание. Смотрите, как бы ситуация на самом деле достаточно деликатна. Дело в том, что с одной стороны вы говорите, что я хочу, чтобы мне стало легче, с другой стороны вы говорите, что я не хочу к себе привлекать внимание. То есть тут уже идёт, как будто бы вроде бы и хочу, да, в то же время какие-то варианты, которые могли бы вам помочь, да, вы отсекаете. Это наводит нам мысль о том, что, возможно, вы и не хотите. Не хотите, чтобы вам было легче, не хотите избавляться от чувств. Ну, собственно, вы почти прямо так и говорите, что я не хочу избавляться от своих чувств, потому что, ну, вы не сказали, что хотите избавляться от чувств, вы сказали, что хотите, чтобы вам стало легче. Вот. То есть тут ситуация на самом деле такая вот, она двоякая, я бы сказал, как минимум. Дальше, что касается ваших чувств. Ну, я бы здесь, наверное, выделил бы в качестве, скажем так, в качестве основного, это то, что ваши чувства, они как будто бы, ну, не совсем, знаете, про любовь. А как будто бы ваши чувства, они больше про, знаете, про что, они как будто больше про... Вот, может быть, желание как-то себя почувствовать. Ну, как-то вот себя воспринимать иначе. Ваши чувства могут быть про то, что вам нужен этот парень для того, чтобы, чтобы что-то. Вот. То есть ревность, ревность вообще, это же, ну, это собственничество. Ревность. Ревность это про собственничество. В основном. Ну, в основном. Вот. И вообще говоря, ну, плохого ничего в собственничестве-то нет. Ну, конкретно, плохого в собственничестве ничего нет. Просто в вашем случае это вас, вот, разрушает. То есть вам нужен парень для того, чтобы обрести, чтобы быть цельным. Ну, через, ну, через него вы можете, как бы, быть только цельным. Судя по тому, что вы описываете. И то, что ваша цельность, она зависит от другого человека. Конечно, вот это вызывает серьезный вопрос. Потому что это говорит о том, что вы сами себя цельно не чувствуете. Это говорит о том, что вы сами себя цельно не ощущаете. Вот. Это говорит о том, что у вас есть проблемы с самооценкой. Это говорит о том, что у вас есть трудности с восприятием себя. Это говорит о том, что у вас есть сложности с формулированием, возможно, ваших собственных интересов. То есть, вот, ну, что вам не особо чего интересно. Это говорит о многих таких вот, таких вот вещах. Вот. Ну, тут нужно, нужно смотреть. Не могу не обратить внимание на то, что вы, по вашим, по вашим же собственным словам, ужасно себя с ним вели. Почему? То есть, это случайно было, что вы себя вели с ним ужасно? Нет? Это, скорее всего, страх... Это, скорее всего, страх... Страх сближения, страх... Такой, вы знаете, ну, страх быть, может быть, отверженной. Вот. То есть, как будто бы вы через свои чувства, вот, ни много ни мало, пытаетесь решить какую-то проблему свою, лично, личностную. Вот. Ну, и... Ну, и... Был. Понятно, я надеюсь, что... Это далеко не лучший вариант. Для вас. Потому что в отношениях, ну... Свои проблемы не решают. Вот. В отношениях... Собственно, люди, ну, находятся в отношениях. Вот. Ну, опять же, на мой взгляд, да... Ну, если, если в отношениях люди пытаются решать свои проблемы, то, как бы, из самих отношений ничего хорошего не получается. Вот. К сожалению. То есть, тут... Такая закономерность, да, она... Ну, всегда была, есть, есть и будет, и будет. Наверное. Вот. Поэтому нужно, на мой взгляд, здесь... Постараться увидеть... Какие... Вы свои проблемы пытаетесь решить? Вот. То есть, что для вас значит молодой человек, например? Ну, в смысле, вот какое значение он... Для вас имеет? Что будет... И дальше уже... Смотреть... По... Тому, что будет... Ну... Что будет всплывать. Дальше уже смотреть по тому... Что будет... Ну, что будет появляться. Вот. Я бы, наверное, такой момент сказал. То есть, вам... Тяжело... Сейчас... Не просто... Не просто так. Как мне кажется. Вот. То есть, вам сейчас... Эээ... Тяжело, потому что... Эээ... Ревность... У вас... Ну, вот, ваша ревность... Эээ... Является... Эээ... Следствием, ну, ваших... Эээ... Скажем так... Скажем так... Конфликт... Эээ... Внутренних конфликтов. Вот. И... Их нужно решать в первую очередь. И на это нужно смотреть... Эээ... Эээ... Ну... Как бы... В первую очередь. Эээ... Вот. А дальше уже, в принципе, будет видно. Эээ... Что можно сделать. Как... Как вам можно... Эээ... Помочь. И так далее. Эээ... Вот. То есть, понимаете... Ммм... Какая штука? Вот... Эээ... Если мы говорим о том, что вы хотите, чтобы вам стало легче, мы говорим о том, чтобы... Избежать проблем. Вот. Чтобы не чувствовать чего-то. Вот. Эта позиция достаточно... Такая она... Ну... Избегающая позиция. Как вы... Наверное. Понимаете сам. Вот. И... Если это изб... Избегающая позиция, то... Ну вот. Эээ... Избежав... Какой-то... Какой-то... Ситуация. Вот. Вы же не... Вы же не решите... Эээ... Эээ... Ну... Своей проблем. Понимаете? Мать. Вот. Ну... Просто... Просто... Просто не... Ну... Просто не... Просто не получится. Вот. Просто не получится решить. Понимаете, да? Поэтому... Вот... На мой взгляд... Эээ... На мой взгляд... Эээ... Скромно... Вам нужно... Вот... Смотреть... Эээ... Ну... В этих... В этих направлениях. Эээ... Ну... В первую очередь, конечно. А... Дальше уже... Эээ... Дальше уже можно будет... Вам... Эээ... Эээ... Ну... Всем... Эээ... Всем помочь. Вот. Ээ... Вот я бы... Я... Я бы, наверное... Эээ... Такой ответ вам бы дал. Сейчас. Ээ... Ээ... Невзаимная любовь, она... Эээ... Всегда... Эээ... Ну... Болезненна. Она всегда болезненна. Это правда. Эээ... Невзаимная любовь, она... Всегда... Эээ... Ээ... Так вот. Эээ... Как человек обращается со своими чувствами, как человек обращается со своими эмоциями, со своими переживаниями, что человек с ними делает. Потому что если человек не обращает на это внимания, если человек пытается как-то себя зажать, то естественно возникает какая-то совершенно обратная реакция, возникает какой-то совершенно противоположный результат. И естественно, что по итогу человек остается неудовлетворенным. Поэтому, если вам больно сейчас, то лучшее, что вы можете сделать, это позволить себе эту боль. позволить себе этот негатив, который у вас имеет место быть. Вот. И проживать его. Самое лучшее, что вы можете сделать сейчас для себя, найти человека, такого адекватного, кто мог бы, ну, побыть, побыть с вами. Разделить вот эту вот болезненность, которая у вас имеет место. Имеет место быть. Вот. И дальше уже просто немножко выдохнуть, да, и двигаться дальше. Вот. Вот. И задуматься, задуматься над тем еще, почему для меня так важно, чтобы вот человек был именно моим. да. То есть, как меня это задевает. Вы очень быстро придете к проблемам именно с мартингом. Очень быстро. К проблемам, ну, к проблемам со страхами очень быстро придете. Вот. И так далее. То есть, вот это все, оно даст на себе знать. Если готовы столкнуться с этим, то выбирайте психолога и начинайте работать. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Баа, Ба. work Come Where UI М